В эфире информационная программа «Панорама Севера». С вами Александр Цепнитов. Здравствуйте! Семья, любовь и верность – это главные ценности в жизни каждого человека. В календаре праздников им посвящен день 8 июля. Торжественное мероприятие в честь семей города, организованное мэрией Архангельска, по традиции прошло у памятника Петру и Февронии. Памятник покровителям семьи и брака Петру и Февронии украшает букет ромашек. И не случайно, а по преданию, именно отваром из ромашки Феврония вылечила князя от страшного недуга. Их история любви дала жизнь большому празднику, который не первый год собирает у памятника святым сотни архангелогородцев. Пришли сюда и те, у кого 8 июля – день рождения, рождение семьи. Ну, ощущаете символичность вот этого дня сегодня? Да. Эпичность, я бы даже сказала. Да. Хороший день, повезло с погодой, здорово, что так с праздником совпало. Уже по традиции молодожены прошли на мост любви и запустили в небо символических белых голубей. Когда-то так начиналась и история семьи Спицыных. В этот день они стали обладателями награды за любовь и верность. Чувства, которые соединяют Александра и Александру, вот уже 50 лет. Тайны никакой нет. Мне кажется, что просто надо уметь прощать мелкие обиды, мелкие такие какие-то неурядицы. Просто надо знать, что это серьезно и надолго. Выбор на всю жизнь. Да, выбор на всю жизнь. С каждым днем в Архангельске тех, кто делает судьбоносный выбор и создает семьи, становится больше. А это добрый знак. Чем больше горожан будет в Архангельске, тем город нас будет краше, чем будет сильнее наша семья, тем более сильнее наш город. Свои творческие пожелания собравшимся адресовали песенные и танцевальные коллективы Архангельска, а также участники конкурса «Колясок. Мое первое авто». Каждый раз меняется сценарий праздника, но неизменным остается пожелание молодоженам и всем горожанам святой любви, как у Петра и Февронии. Артемий Заварзин, Ольга Красулина, Олег Ширяев, Владимир Орлов. Панорама Севера. В Архангельск продолжают пребывать беженцы из Восточной Украины. О том, почему они покидают родину, рассказали герои нашего следующего материала. Их наша съемочная группа встретила в региональном управлении Федеральной миграционной службы, куда переселенцы едут прямо с вокзала. «Именно в самом Луганске уже градом накрывали комброд, есть там такой вот, и вообще восточные квартала, вот, и автовокзал полностью с самолетов расстреляли». «Насколько мы все, мы любили Украину, мы хотели, чтобы она была единой, но не такой ценой». Они приехали с Восточной Украины. У Натальи две сестры. И обе были готовы принять родню у себя. Одна жила совсем рядом, в Центральной Украине, а вторая – за тысячи километров, в Котласе. Новоселова выбрали дальнюю дорогу. «У нас столько было русских каналов, а теперь осталось два канала, все каналы повыключали. Мы украинские даже и не смотрели в последнее время. Вранье вообще, ужас. Я не представляю, что я своему ребенку скажу, что мой дед прошел войну отечественную. Как я буду? 9 мая мы вообще на парад всех доходим. Они запретили в этом году. В Киеве вообще вместо парада зоопарк устроили ветеранам». Таких, как семья Новоселовых, тысячи по всей России. Власти и простые граждане оказывают им посильную помощь. Как правило, беженцы прямо с вокзала идут оформлять документы в миграционную службу. Многие из них в трудоспособном возрасте и хотят получить разрешение на работу, чтобы не сидеть на шее у приютивших их родственников. В последнее время выросло число обращений по предоставлению гуманитарного статуса «временное убежище». «Временное убежище – это гуманитарный статус, что он дает гражданам Украины. Они в течение одного года могут законно находиться на территории Российской Федерации и работать без разрешительных документов. Временное убежище – срок рассмотрения от одного до трех месяцев». Памятка по получению статуса «временное убежище» и других миграционных документов размещена на сайте УФМС России по Архангельской области по адресу www.ufmsarch.ru. Телефон горячей линии 8 8182 411 744. Артемий Заварзин, Татьяна Горбик, Олег Ширяев, Панорама Севера. В нашей рубрике мы решили продолжить тему украинских беженцев. Поэтому сегодняшний вопрос дня звучит так. Готовы ли вы оказать посильную помощь беженцам из Украины, приехавшим в Архангельск? Мнение северян выслушала наш корреспондент. «По возможности мог бы показать, какая конкретная одежда, денежное, финансовое жилье. По возможности можно было представить». «Помощь с удовольствием еще раз окажу. Я специально собрала сумку, чтобы им помочь». «Палатка была, мы немножко клали денег». «Да, я готов оказать посильную помощь беженцам из Украины, потому что они несправедливо оказались в очень плохой ситуации. Поэтому я, собственно, прямо сейчас готов дойти до палатки Нот, которая стоит прямо здесь, на Чумбаровке, недалеко, и пожертвовать деньги пострадавшим». Всем архангелогородцам, готовым оказать помощь беженцам из Украины, можно обратиться в отделение Красного Креста по адресу Набережная Северной Двины, 98, телефон для справок 21 0065. Далее в выпуске новостной дайджест. Информация короткой строкой. В Архангельской области из-за укусов клещей к врачам обратились более 5000 человек, из них почти 1000 дети. Самое большое число укусов наблюдается в Вельском районе, 714 случаев. Затем в этом списке Устьянский, Няндовский, Конышевский, Плесецкий и Шенкурский районы. Для Соловецкого музея-заповедника из федерального бюджета выделили средства на новое здание. За три года на него планируют направить около 770 миллионов рублей. На Соловках построят школы, детский сад и больницы в поселке. В этом году Министерство культуры России планирует выполнить проекты для 14 объектов Соловецкого архипелага. В планах также ремонт и реставрация еще 12 объектов монастыря, среди которых поваренный корпус, здание общей трапезы на погребах, Свято-Тройский Зосимосаватиевский собор. С 25 по 27 июля в Архангельске пройдет третий традиционный фестиваль военных духовых оркестров «Дирекцион Норд». В нем примут участие коллективы из Кирова, Чебоксар, Котласа, Коряжмы, а также оркестры Беломорской военно-морской базы Северного флота и областного УФСИ. Сводный оркестр, когда все коллективы будут исполнять музыку вместе, будет включать 130 музыкантов. Сейчас идут подготовительные мероприятия к предстоящему празднику духовой музыки. В Цегламенском округе Архангельска на улице Куйбышева местная жительница обнаружила целый арсенал оружия и боеприпасов. Нашли у сарая, у дровяного, во время приборки территории брали старый настил из досок, гневые доски, и там оказался пакет, а в пакете полузгнившая коробка утилитическая. В коробке оказались береты, револьверы, самодельные пистолеты и около сотни боевых патронов. Все они были покрыты слоем ржавчины. На первый взгляд, у пистолетов отсутствуют ударно-спусковые механизмы, что, естественно, свидетельствует о том, что они не будут являться огнестрельным оружием. А вот цельность патронов не нарушена. Это значит, что они могут оказаться боевыми. После необходимой в таких случаях экспертизы все они будут отстрелены. Зеленые символы Архангельской области, которые участвуют в федеральном этапе отбора растений для Аллеи России, уже получили свыше 400 голосов. Напомним, конкурс растений для создания Всероссийского парка в Республике Крым стартовал 1 июля голосованием на сайте russpriroda.ru. Каждый из регионов страны представил пять зеленых символов. Кандидатами от Архангельской области стали сосна обыкновенная, ель европейская, береза, можжевельник и брусника. Во многих регионах уже определились явные лидеры. В Архангельской области на сегодняшний день лидирует брусника. Среди символов Ненецкого автономного округа побеждает морожка, а в Республике Коме первенствует марьемоль, пион. Голосовать за зеленый символ можно ежедневно на сайте акции russpriroda.ru до 31 августа 2014 года. В центре имени Грабаря идут работы по реставрации кареты 18 века из фонда Архангельского краеведческого музея. Средства на восстановление памятника выделяются по федеральной целевой программе «Культура России». Сейчас выставочное пространство гостиных дворов украшает нижняя часть кареты, но скоро там появится и весь экспонат. В подобных экипажах не ездили повседневно. Почти 5,5 метров в длину задние колеса с человеческий рост. Такие габариты кареты 18 века – показатель особого престижа. На сегодняшний момент посетители музея могут увидеть только нижнюю часть кареты, но в скором времени реставраторы установят верхнюю часть. Это четырехместная комфортабельная карета. Это «Лексус» 18 века. Сейчас работы по восстановлению уникального памятника ведутся в научно-реставрационном центре имени Грабаря. Экипаж марки «Берлин» сделан из трех пород дерева и металла. Поверхность покрыта медно-серебряной крошкой, позолотой и масляной живописью. Все это придало предмету поистине вековую прочность. Конструктивно карета уже была рассчитана на плохую дорогу, это шатание. Очень интересно, конструкция крыши. Она шла отдельно, она не крепилась жестко, стояла на таких шкантиках. Здесь шел сводчатый кожаный потолок, который, кстати, был утеплен. Каждый фрагмент выполнял несущую функцию. И поэтому очень все добротно. И поэтому карета дошла до наших дней. В 1909 году карета была доставлена из Холмогор в Архангельск и долгое время стояла на улице как экспонат. Тогда карету идентифицировали как подарок Петра Первого, сделанный холмогорскому епископу Афанасию. Затем судьба загадочного экипажа продолжилась в хранилищах Краевеческого музея. И только недавно ученые выяснили, эта карета никогда не принадлежала Петру Первому, а была собственностью семьи Иоанна Шестого. В 1744 году этот экипаж доставил в село Холмогоры свергнутого Елизаветой Петровной Иоанна Шестого. Экс-императора и его родителей поселили в архиерейском доме. Мать Иоанна Анна Леопольдовна умрет в заточении двумя годами позже. Самого Иоанна Шестого через 12 лет ждет новая ссылка в Шлиссельбургской крепости. А вот карета, доставившая семейство в Холмогоры, так и останется в распоряжении архиерейского дома. Наверняка в процессе реставрации откроется еще не одна загадка таинственной кареты. Чтобы привести экипаж в первозданный вид, понадобится не менее пяти лет. Для восстановления экспоната необходимо порядка 11 миллионов рублей. Средства из федерального бюджета будут выделяться поэтапно. Но возможно уже в этом году верхняя часть кареты будет доставлена в гостиной дворы. И реставрация памятника будет проходить на глазах посетителей. Екатерина Грициенко, Олег Ширяев, Панорама Севера. Хоккейный клуб «Водник» готовится отметить большую дату – 90-летний юбилей. И в последние несколько месяцев болельщики задавались одним вопросом – кто поведет команду к новым победам в столь знаковый год? Сегодня руководство Архангельского клуба представило нового главного тренера. В юбилейном сезоне главным тренером «Водника» будет Олег Валерьевич Батов. Восемь лет спустя. Именно так можно назвать возвращение Олега Батова на пост главного тренера команды. В 2006-м он уже был у руля «Желто-зеленых», а в прошлом сезоне занимал должность старшего тренера команды. После длительных переговоров новый контракт подписан на один год. На самом деле у нас было решение, чтобы главным тренером в юбилейном сезоне был Олег Валерьевич. Но не скрывая, у Олега Валерьевича были там свои ветивы. Сразу же однозначно решения принять команду у Олега Валерьевича не было. Но сегодня в этом вопросе поставлена точка. Интересно, что сейчас в Архангельске, кроме Олега Батова, нет специалистов, окончивших высшую школу тренеров, а, следовательно, имеющих лицензию для работы главным тренером в Суперлиге. Сам мэтр архангельского хоккея звезд с неба не хватает. К работе готов, программа «Максимум» есть. Но не скрывает, грядущий юбилей и успешное выступление команды в прошлом сезоне накладывают дополнительную ответственность. Задача эта, понятно, что высокие стояные. Раз встанет решение места, то уже ниже-то никак не хочется опускаться. Поэтому, ну а, наверное, что получится, давайте в конце сезона и посмотрим. Сейчас что говорить-то, планировать там еще что-то. Как говорится, в спорте это предсказание дело неблагодарное. Поэтому надо выходить, играть. Кстати, 2015 год будет юбилейным не только для водника, но и для его нового главного тренера. Олег Батов будет принимать поздравления с 50-летием. А наша команда, надеемся, с новыми победами. Артемий Заварзин, Олег Ширяев, «Панорама Севера». В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат и важных событий Архангельска. 12 июля на острове Краснофлотский стартует рок-фестиваль под открытым небом остров. Это главное событие северного рок-н-ролльного лета. Участников и гостей фестиваля ждут выступления гигантов рок-сцены и лучших музыкальных коллективов области, а также разнообразные шоу-программы. Смотрите самое захватывающее и увлекательное приключение этого лета на телеканале «ПС». Прямая трансляция фестиваля «Остров» начнется 12 июля в 12 часов. 13 июля на стадионе «Труд» состоится финал и награждение чемпионата Архангельской области по теннису. Прямую трансляцию этого мероприятия можно посмотреть на телеканале «ПС». Начало в 14.00. Видеозаписи концертов и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала «ПС». Звоните 65-6326. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале «ПС» и в сети визы репортала «Правда Севера». В Архангельске во дворце спорта профсоюзов начала работу выставка продажа шуб знаменитой пятигорской фабрики «Фламинго». Качество и ассортимент оценила Елена Гончарова. Практичный, долговечный, удобный в носке и просто элегантный и красивый. Это все о мутоне. Изысканные шубы из этого любимого многими меха представлены на выставке-ярмарке прославленной пятигорской фабрикой «Фламинго», которая работает во дворце спорта профсоюзов в Архангельске в эти июльские дни. Большой ассортимент разнообразия моделей, широкий размерный ряд. От 40-го для миниатюрных красавиц и до 70-го для солидных дам. Любая, даже самая взыскательная модница найдет шубку по душе. Вот эта шуба приятного сливочного цвета с кожаной отделкой по спинке подчеркнет вашу индивидуальность. В ней будет легко и комфортно. Универсальная модель. Мутон на этой шубке играет переливами, а кожаный пояс подчеркнет талию. Для тех, кто предпочитает активный образ жизни, подойдет невесомая шубка с капюшоном из мутона-астрогана. Это облегченный вариант стриженого меха, который сейчас на песке моды. Роскошная шуба для шикарных женщин. В такой действительно почувствуешь себя настоящей королевой. Вы цените изысканность? Возможно, вам понравится шубка с отделкой из каракуля, украшенную декоративными пряжками. А удобная укороченная модель автоледи актуальна всегда. Двигаться в такое одно удовольствие. Есть еще один весомый аргумент заинтересоваться шубами из мутона. Это цена. Она вас удивит настолько, что вы вместо одной шубы порадуете себя парочкой обновок. Милые дамы, если вы давно мечтали о новой шубке, то совершить долгожданную покупку лучше именно летом. Знаменитая пятигорская фабрика «Фламинго» представляет именно сейчас летние акции, скидки и кредит на выгодных условиях без первоначального взноса. При себе достаточно иметь только паспорт. Все для вас, дорогие северянки, чтобы вы оставались самыми красивыми. Выставка продажи шуб пятигорской фабрики «Фламинго» работает с 8 по 13 июля по Дворце спорта профсоюза в Пархангельске с 10 до 19 часов. Зимний подарок по летним ценам. Елена Гончарова, Руслан Симушин, Панорама Севера. Далее в выпуске информация о курсе валют на 10 июля. По данным Центробанка, на 10 июля доллар США составит 34 рубля 8 копеек, евро 46 рублей 41 копейку. Это была Панорама Севера. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «В центре внимания». Сегодня у нас в гостях директор департамента градостроительства мэрии Архангельска Ян Кудряшов. Темой разговора станут вопросы строительства доступного жилья в городе. А я, Александр Цепнитов, с вами прощаюсь. До встречи. В Вельске 10 июля будет облачно плюс 11-12. В Котласе облачно с прояснениями 10-11 градусов тепла. В Мирном в среду будет малооблачно плюс 11-15. В Новодвинске облачно с прояснениями плюс 11-14 градусов. В Архангельске 10 июля переменная облачность, ветер северо-западный умеренный, температура воздуха ночью плюс 6, днем до 14 градусов тепла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова